А теперь о крупном инвест-проекте, который реализуется в нашем регионе. Розничная сеть «Магнит» открыла цех по обжарке и фасовке кофе на базе собственного предприятия в Твери. С запуском нового производства компания планирует ежегодно выпускать более 800 тонн кофе в разных ценовых категориях. На предприятии побывала Наталья Чекет. Зелёные зёрна на производство поступают из Бразилии, Эфиопии, Уганды и Вьетнама. Это «Арабика» и «Рабуста». Практически вся упаковка продукции российского производства. Всё оборудование российского производства. Общая мощность цеха 90 тонн в месяц можем производить. Кофе будет поставляться в 38 распределительных центров компании. Для зернового кофе применяют гибридную технологию обжарки, совмещающую преимущества кондукции и конвекции. А для молотова используют охлаждённый помол без нагревания зёрен с сохранением аромата и вкуса. К изготовлению кофе мы подошли серьёзно. Наши технологи прошли подготовку в Санкт-Петербурге, в Институте чая и кофе. Разные купажи для каждого из наших потребителей. Кому нравится горечь, кому нравится кислота во вкусе, мы все эти купажи создаём именно здесь. В компании уточнили. Максимальный объём производства составит 90 тонн кофе в месяц. Планируется, что в магазинах розничной сети будет представлено 8 позиций товара. К слову, собственное производство продукции в Твери компания открыта в 2017 году. Сначала это было производство чая, затем на двух линиях запустили изготовление снеков. На первой линии мы выпускаем такие продукты, как хлопья, колечки, различные миксы. На второй линии мы выпускаем шоколадные шарики, кукурузную палочку, кукурузные шарики с различными вкусовыми добавками, подушечки молочные, шоколадные. Линии обе, они сделаны таким образом, состоят из нескольких комплектующих, то есть как большой конструктор. За месяц в цеху производят 770 тонн продукции. Её отправляют во все магазины розничной сети по всей стране. Сейчас идут кукурузные палочки, у них производительность 1 тонна за час. За смену мы производим 12 тонн кукурузной палочки в месяц, в зависимости от потребности сети. В Тверской области особое внимание уделяется развитию поддержки импорта замещающих предприятий региона. По мнению губернатора Игоря Рудени, главные задачи, которые должна решать государственная поддержка бизнеса, это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и страны.